В. Азино-777 обнаружили новых игроков. В. Азино-777 обнаружили новых игроков в деле украинской полиции фигурирует трое организаторов. Газета «Коммерсант» номер 29 от 18 февраля 2019 года, СТР. 11 украинские власти подозревают в организации одного из крупнейших в России онлайн-казино. В. Азино-777 не только россиянина Альбертова Леохметова, но и двоих граждан Украины следуют из постановления Киевского суда. Найти подозреваемых пока не удалось, поэтому, по информации «Твердый знак», правоохранители готовят запрос в Интерпол. В. Азино-777 владельцев IT-компании Lucky Labs Сергея Токарева и Рустама Гельфанова, которых СМИ ранее называли причастными к этому бизнесу, на Украине не нашли. В организации онлайн-казино Азино-777 подозреваются трое физических лиц. Следует из ноябрьского постановления Киевского суда, до сих пор нигде не публиковалось, с которым ознакомился «Твердый знак». Ранее, ТБЛ сообщал, что украинская полиция подозревает в создании и управлении казино-россиянина Альбертова Леохметова из набережных Челнов. Кроме него в уголовном деле фигурирует украинца Александр Плохтей. Журнал РБК в июле 2018 года сообщал, что он до 2015 года выступал учредителем одной из структур Азино-777 и Оксана Алиева. Последнее в расследованиях СМИ ранее не упоминалось. Согласно открытым данным, Оксана Алиева с таким же отчеством и датой рождения в 2010-2012 годах руководила службой маркетинга и СБРБ на Украине, а затем занимала аналогичную должность в украинском Украэксенбанке. Госпожа Алиева заявила «Твердый знак», что не имеет отношения к Азино-777. В рамках дела полиция провела несколько обысков и нашла компьютеры, с которых поддерживалась работа Азино-777, мобильные терминалы базы с данными пользователей. Обыски проходили в киевской квартире Оксаны Алиевой, а также у Ирины Бруся, Марины Григоренко и Назара Малиника, говорится в материалах суда. Ирина Бруся указана гендиректором киевской компании «Софт-Анзо», которая уже упоминалась в судебных решениях, связанных с Азино-777. Знакомый с ходом расследования собеседник «Твердый знак» говорит, что фигурантов дело полиция не нашла и готовит документы в Интерпол. В Национальной полиции Украины не ответили на запрос «Твердый знак». Как запрещенный ресурс оказался в топе крупнейших рекламодателей ранее причастными к Азино-777, СМИ называли еще двоих россиян-владельцев IT-компании «Лаки Лабс» Сергея Токарева и Рустама Гельфанова. В документах украинского суда они не фигурируют. У них проходили обыски по подозрению в организации узартных игр, но следствие не нашло доказательств и производство было закрыто, следует из ответа Службы безопасности Украины, СБУ, копию которого передал «Твердый знак» адвокат Господа Токарева и Гельфанова. В СБУ подтвердили подлинность документа и отметили, что с Азино-777 обыски связаны не были. Сергей Токарев и Рустам Гельфанов также категорически отвергают связь с Азино-777. Ранее журналисты не сумели доказать, что Азино-777 наш проект, но тут я не осуждаю, тяжело найти несуществующее. При этом удивляет внимание, которое уделяется именно Азино-777. В России доступно множество геймблинговых сайтов с многократно большими оборотами, заявил Рустам Гельфанов. По его мнению, ситуация Азино-777 показывает, что рынок азартных игр должен быть регулируем и цивилизован, чтобы избежать расследований, основанных на догадках. Сергей Токарев добавил, что Lucky Labs – крупный аутсорсер, но разработка софта и алгоритмизация процессов не имеют ничего общего с управлением Казино, а с Азино-777 компания не работала даже как с клиентом. Несмотря на формальный запрет законами 2009 и 2011 годов, на Украине власти более лояльны к онлайн-казино, их работа в принципе допустима, отмечает партнер юридической компании Рустам Курмаев и партнеры Дмитрий Горбунов. В случае ЖС Азино-777 уголовное дело могло быть инициировано как по хозяйственным вопросам, так и по политическим, считает юрист. Реклама онлайн-казино в России размещается в основном на пиратских видеоресурсах. Глава Ассоциации интернет-видео Алексей Бордин считает, что пока сложно оценить, как уголовное дело скажется на бизнесе казино. Но, добавляет он, в любом случае святое место пусто не бывает, и даже если нынешнюю команду Азино-777 осудит, наверняка появятся новые люди или новые сервисы. Елизавета Макарова, Кирилл Кривошев